Доброе утро, дорогие друзья! Извиняюсь за опоздание. Извиняюсь за опоздание. Произошли непредвиденные некоторые события. Как все в жизни у человека, есть много очень непредвиденных событий. Всем шалом! Лучше поздно, чем никогда. Шалом, Максим Керенчук. Значит, и в жизни очень много непредвиденных событий. Да, шалом, Михаил. Миша, привет. Да. В жизни очень много непредвиденных событий. Причем, что интересно, что у человека есть окружающий мир, который непредвиденный, вообще непредвиденный. И чем больше людей, которые тебя окружают и с которыми ты связан, особенно эмоционально связан, тем более непредвиденные события ждут тебя в окружающем мире. То есть окружающий мир, есть близкий круг у человека, который, там, его работодатели, например, его жены, мужья, дети, родители, там, и так далее. Это близкий круг. Близкий круг, да. И они все пытаются влиять на человека, ну, потому что так устроена жизнь, что мы все друг с другом взаимосвязаны, взаимосвязаны. И окружающий мир, есть ближний круг людей, которые пытаются влиять на тебя. Есть средний круг, это твои клиенты, партнеры, твои френды в фейсбуке, которые что-то тебе могут писать. Вот Алла Тарковская, да, что-то написала, а ей, значит, кто-то ответил, прокомментировал, одобрил, не одобрил и так далее. Есть еще более далекий круг, это, например, если человек бизнесмен, им интересуется и влияет на него налоговая инспекция и так далее. Есть еще более далекий круг, государство, есть еще более далекий круг, вот сейчас мы все оказались под влиянием коронавируса. То есть внешний мир, он абсолютно непредсказуемый, его влияние на тебя многовекторное и абсолютно вообще непредсказуемое. Теперь внутренний мир человека. Внутренний мир человека, он тоже непредсказуемый для человека. Например, не дай бог у людей очень здоровых вдруг там какое-то заболевание. Причем даже вот на моей памяти, на моей памяти много моих знакомых, молодых, разных, они вдруг умерли. То есть их внутренний мир, такую с ними сыграл шутку. Причем, ну удивительно, один был очень здоровый, спортивный, спокойный, осторожный, аккуратный. Невероятно такой человек, который, я с ним очень много консультировался, звали его Натан. Натан его звали и он был очень спортивный, невероятно спортивный. Он себе добавил еще один спорт дополнительный. Ударился ногой и у него в ноге начался перитонит, ну я не знаю как называется. В общем, у него началось загноение и он умер. Буквально сгорел, прям упал, комал и умер. Страшное дело. Мало того, когда он умер, его партнер, а через него мои другие знакомые проводили, он был финансист, разные финансовые операции и его партнер, этого Натана, он им не вернул деньги. То есть пострадал еще огромный круг людей. Что я могу сказать? Что внутренний мир человека, он непредсказуемый, внешний мир человека, он непредсказуемый. И вот на грани, вот на грани этих двух миров находится человек, находится каждый из нас. И хочет вырулить, чтобы жизнь была веселая, чтобы жизнь была полное удовольствие, минимум страданий, максимум удовольствия. И все, вот так вот приходится жить. И как во всем этом разобраться, как себя вести, как реагировать, как реагировать на внутренние свои какие-то позывы, и как реагировать на внешние события и на действия людей, которые очень часто выглядят как неадекватные, как вредные и так далее. Это все нам может помочь только Тора. Только Тора, вот мы изучаем притчи царя Соломона специально для того, чтобы знать, как вообще себя вести во всех ситуациях, исходя из божественного замысла и из божественной системы, как правильно себя вести. Потому что иначе человек проходит жизненный путь, и все время он бьется об углы, и все время он бьется, 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 а потом бах и умирает. Понятно, да? Хорошо. Значит, двигаемся дальше. Значит, мы дошли 14 глава, 33 отрывок. 33 мы выучили в прошлый раз, что в сердце человека сообразительного отдыхает божественная мудрость. То есть, когда человек спокойный, сообразительный, рассудительный и рациональный, то божественная мудрость, она так спокойненько легла туда, и он может в каждой ситуации подумать, а как мне правильно поступить? Так, так или так? И когда он себе задает вопрос, что у него есть выбор, то, естественно, что появляется возможность правильного выбора. Но человек Бекеров Ксилим, человек Ксилито, эмоциональный грешник, который грешит из-за своих желаний, у него хохма это, она ему только известна. То есть, есть много людей, которые знают, как правильно, но действуют по-другому. Рассказывают известную историю про какого-то преподавателя университета, преподавателя этики, там, философии, который делал абсолютно неэтичный поступок с точки зрения даже своей философии, которую он преподавал. И когда его спросили, профессор, как вы можете преподавать этику и философию, а вести себя, ну, абсолютно неэтично и не по-философски, он ответил, смотрите, если профессор преподает диаметрию, он же не должен быть треугольником или циркулем. То есть, он просто преподает диаметрию. Также, я профессор этики, но это не значит, что я этичный. Значит, вот здесь это 33-й отрывок, он как раз об этом. Что в сердце грешника по вожделению, у него, ему известна божественная мудрость. Он знает ее, но он не действует по ней. Это был 33-й отрывок. 34-й отрывок, он очень такой непонятный. Вот сейчас мы переходим в 34-й, сегодня 35-й отрывок. Значит, говорит нам 34-й отрывок так. Дздака терумем гой. Дздака, то есть милосердие, терумем возвышает, гой это народ. Значит, дздака возвышает народ. Вот, вэхэсет леумим, а милосердие, милосердие леумим, ума это идейное, ума это идейное собрание людей. Сейчас я объясню, что такое идейное собрание людей. Хатат, грех. А значит, милосердие идейного собрания людей является грехом. Значит, что имеется в виду? Смотрите. Значит, гой это сборище людей. Сборище людей. Значит, у них нет ни идеи, ни организации. То есть, у них просто сбор такой, сброд. Сборище людей называется народ. Вот, давайте приведем, поищем пример, где мы можем увидеть сборище людей, когда они собрались, просто собрался народ. Собрался народ. Когда народ сам собрался, это обычно народные бунты какие-нибудь, народные какие-то вот такие вот гулянки. Когда у них нету царя, то это анархия. Это анархия, это страшное дело. Значит, и вот, но если они начинают вместе заниматься милосердием, их как бы идея, она связана с добротой, то она их поднимает на следующий уровень. То есть, они все могут подняться на какой-то уровень более высокий. Например, я хочу вот вспомнить какой-то пример. Мне самый большой вот пример, который приходит, сборище людей, которых милосердие подняло на очень высокий уровень, это США, Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки, это страна, которая возникла более, около 200 лет назад, туда съезжались люди со всего мира, съезжались люди, которые были в поисках, они были оптимисты. Это можно назвать всех, кто приехал в Америку, их можно назвать оптимистами. Они ехали через, плыли через океан в неизвестную страну в поисках лучшей жизни. То есть, обычный человек, он очень боится, он очень боится изменений. Это как бы, это, ну, в природе человека стремление к стабильности, комфорту и боязни изменений. Теперь в Америку люди ехали, те, которые поднимались со своих мест, например, евреи уезжали от погромов в 1900 году, но уезжали не все. Уезжали только те, у которых был оптимизм и вот эта внутренняя сила сняться с места. И вот Америка, это был сбор народов со всего мира, разных национальностей. Сейчас-то очень много азиатов, очень много там мексиканцев, латиноамериканцев. Со всего мира это сбор такой, сборище людей в Америке. Теперь, но у них главная американская идея, это милосердие. Во-первых, у них на долларах написано In God We Trust, в Бога мы верим, а дословно Trust это не верим, мы доверяем Богу. То есть это как раз выражает вот эту идею оптимиста, оптимизма Trust, доверие Богу, доверие, что будет все хорошо. In God We Trust. И вторая американская идея, это милосердие. В Америке больше всех денег собирается на благотворительность. Все самые богатые люди Америки, начиная с Рокфеллера, Эндрю Карнеди и так далее. Эндрю Карнеди, он все свое состояние отдал на благотворительность. И он написал книгу «Евангелие и богатство» о том, что каждый богатый человек должен отдать все свои деньги на то, чтобы улучшить жизни других людей. И, значит, это ЦДК, это главная американская идея, милосердие, которая подняла этот народ на первое место в мире. То есть как доллар, это главная валюта в мире, потому что на ней написано In God We Trust. Также Америка самая богатая и самая влиятельная страна в мире, потому что ЦДК подняла народ. Вот это как раз сборище, какое-то сборище. Теперь. Леум – это собрание людей, объединенных одной идеей, одной идеологией. Но Леум – это не идеология божественная, это любая другая идеология, но не божественная. И вот, значит, их милосердие, любая идея, кроме божественной, даже если они как будто бы делают хесед, то на самом деле это грех. То есть переводится дословно этот отрывок так. ЦДК, милосердие, поднимет даже сборище людей на высоте уровень, если это настоящая цдока. В хесед, а милосердие, хесед – это тоже слово милосердие, Леумим – идеология, разных идеологий, это все грех. То есть любые идеологии другие, кроме божественной, это грех. И тут очень яркий пример – это коммунизм. Коммунизм внешне выглядел как очень красивая идеология. Значит, землю крестьянам, фабрике рабочим, море морякам, всем все раздать. Учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Весь мир насилия мы разрушим, сказали они до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был не тем, тот станет всем. Это вот песня у них была такая, да? Только единственное, что новый мир, они мир насилия хотели разрушить, а вот потом построят новый мир, они построили новый мир, но уничтожив при этом около 200 миллионов людей, жертвы коммунистической идеологии. Представляете, то есть получается, что они, вроде бы коммунисты говорили, мы будем бороться за мир во всем мире до последней капли крови. То есть коммунисты, они такие были прямо, ну вот просто супер внешне, у них была очень хорошая идеология, от каждого по способностям, каждому по потребностям. Но по факту это все, это было их хэсет, это было что? Все это грех. Вот это нас предупреждал царь Салмон, не идите ни в какую другую идеологию. Какими бы лозунгами она не прикрывалась. Фашисты тоже прикрывались красивыми лозунгами. Коммунисты прикрывались красивыми лозунгами. Веганы тоже прикрываются красивыми лозунгами. Ну, я не знаю пока веганы, что они плохого сделали. Но веганы, если веганы захватят власть, то я вам, то есть они сделают уголовным преступлением, значит, съедание животных и будут расстреливать тех, кто кушает мясо. То есть, милосердие любых идейных, кроме Бога, оно грех. Понятно, да? Хэсет это милосердие. Теперь дальше. 35-й отрывок. 35-й отрывок, мы завершаем 14-ю главу. 35-й отрывок звучит так. Рэцон мэлэх лээвэк мастиль вэ эврато тье мэвиш. Значит, дословно переводится. Рэцон это желание царя для... Эвэд это раб или рабочий. Раб, рабочий это один и тот же корень. Значит, желание царя к рабочему разумному, который мастиль. И вээврато тье мэвиш. А тот, кто переступает, как бы, тот, кто нарушает слова царя, на того царь будет гневаться. Теперь, о чем этот говорит 35-й отрывок? Значит, желание царя. Ну, когда царь Соломон говорит про царя, он имеет в виду не царя земного, а царя небесного, то есть Бога. Создателя мироздания, хозяина мироздания, царь царей, который всем мирозданием управляет, установил здесь все свои законы и управляет. Теперь весь этот мир, он управляется желанием. То есть у каждого из нас внутри есть двигатель, который двигает каждого человека в отдельности. Этот двигатель называется желание. То есть, например, я хочу проводить эти уроки, я их провожу. Вы хотите их слушать, вы их слушаете. Дальше человек сидит и у него внутри просыпаются разные вот эти вот рационы, желания. На иврите слово рацион, рацион и слово ля рукс, бежать, они одного корня. То есть, чем больше у тебя рациона, желания, тем больше у тебя силы бежать для реализации этого рациона. Теперь, каждый человек, у него внутри есть определенное количество желаний. У большинства людей эти желания, они многовекторные и иногда противоречивые. Например, человек и хочет курить, и хочет быть здоровым. И хочет много кушать вкусно, и хочет похудеть. Хочет быть здоровым, но хочет лежать на диване. То есть, иногда эти желания, они полностью перекрывают одно другому. Плюс один и минус один равно ноль. То есть, и человек остается на месте. У других людей, их желания, они направлены на одну точку. Например, человек хочет быть здоровым, он хочет кушать здоровую еду, он хочет тренироваться, он хочет подготовиться к марафону, он хочет, ну и так далее. Он все свои желания собирает в один луч. И этот луч становится как лазерный луч, и он его ведет по жизни, и человек этот, он становится очень сильным. Когда мы говорим «Беркат Амазон», то там есть такая фраза «Умазбия лхоль хай рацон», что Кадож Барухун насыщает каждому живому его желание. То есть, переводят ее обычно, что Бог выполняет желания каждого человека. Или да, или нет. То есть, можно так сказать, что все, что в мире происходит, это изначально этого кто-то хотел. То есть, было желание кого-то из людей, чтобы так было. Даже когда происходит война, то кто-то обычно эту войну инициирует, и он хочет, чтобы была война. То есть, все в этом мире происходит по желанию кого-то. Но я слышал такой комментарий на вот эту фразу, что Бог насыщает для всякого живого желания. Имеется в виду, что Бог дает каждому желание. То есть, вот этот вот рацон, это то, что Бог дает двигатель, внутренний двигатель каждому из нас. Теперь, когда человек молится Богу, он говорит, ей рацон милифанейха, пусть будет рацон перед тобой, перед Богом, чтобы было так-то, так-то и так-то. То есть, когда мы молимся, мы хотим, чтобы Бог соединил наше желание со своим желанием. То есть, когда человек просит, дай мне, пожалуйста, там, сто тысяч долларов, он у Бога просит в молитве. Он говорит, пусть будет твоя воля, чтобы реализовалась моя воля. Понятно? И мы учили в Пертьевод очень такой, как лайфхак божественный. Делай волю Бога, как ты делаешь свою, чтобы он выполнил твою волю, как его. То есть, ты хочешь, чтобы Бог твое желание, твою молитву выполнил? Выполняй заповеди, делай заповеди, которые Бог тебе сказал делать. Теперь, значит, вот в этом мире все происходит. То есть, с одной стороны, должно быть желание человека. С другой стороны, должно быть желание Бога, чтобы желание человека исполнилось. И все это вместе, весь этот мир, это многовекторные, много разных желаний, которые складываются в ту картинку, в которой человек находится. Теперь говорит нам царь Соломон в 35-м отрывке, 14-й главы. Рацион мелых левет мастиль. Что Бог хочет, чтобы служитель его, эвет это служитель, раб рабочий, мастиль разумный, чтобы ему было хорошо. То есть, если человек, если человек, он, его рационот, его желания, они совпадают с желаниями Бога, то, естественно, желание Бога, чтобы у человека все получилось. То есть, переводит Максим Перенчук так, благоволит царь, то есть, Бог, к разумному рабу. То есть, раб это тот, кто работает на Бога. Если у этого раба разумные желания, которые совпадают с желаниями Бога, то Бог благоволит к этим желаниям человека, и они реализовываются. Понятно? Теперь, а вторая часть отрывка. Гнев Бога на того, кто сам себя срамит. То есть, если человек, в наибриде это так выглядит, в эврато, гнев, тьем и виш, будет на того, кто позорит. Значит, как человек может позорить Бога? Он делает то, что Бог запретил делать. Он ведет себя несоответствующе той модели поведения, которую Бог сказал, что эта модель достойна для человека. И когда человек сам себя позорит, то Бог начинает на него гневаться. То есть, мы еще раз с другой только стороны посмотрели, как работает жизнь. То есть, если человек хочет выполнить волю Всевышнего, он выполняет заповеди, он молится о том, даже вот он молится за те же сто тысяч, но он говорит Богу, дай мне, пожалуйста, сто тысяч, чтобы я мог жениться, чтобы я мог прославлять твое имя, чтобы я мог купить красивую машину и на ней написать «Ингат Витрас». В Бога мы верим, чтобы люди знали, что тот, кто выполняет заповеди Бога, он и должен быть богатым. Отлично. То есть, написано здесь как? Рацион царя, значит, благоволение царя к рабу разумному. Разумно этот человек говорит, да, он хочет деньги для того, чтобы прославлять Всевышнего, чтобы построить семью, чтобы плодиться, размножаться, чтобы потратить деньги на какие-то добрые, хорошие дела. На тебе, пожалуйста, молодец. Тот же там, например, Билл Гейтс, да, он, Билл Гейтс, деньги отдал на благотворительность. Я сейчас не в курсе, что там про него говорят, чипирование, не чипирование. Я могу только одну идею сказать про чипирование, которое у меня была идея. Вот только вчера она возникла, я просто скажу одну идею. То есть я слышал, кроме фразы, что сейчас Билл Гейтс обвиняет, что он хочет всех чипировать, я ничего про этот вопрос не знаю. Но я подумал, а что такое чипирование? То есть если человеку внедряют, и я уверен, что это чипирование будет, уже на наших глазах, в каждом из нас будет чип. Что за чип будет в каждом из нас? Можете записать мои слова, вот 100% так будет. У каждого будет в теле датчик, который будет передавать на телефон человека, а дальше с телефона в нужные медицинские учреждения, состояние его здоровья, сахар в крови, температура, там есть или нет воспалительные процессы и так далее. Этот датчик спасет жизни миллионов людей. Уже на сегодня, вот смотрите какая, мне каждый раз, когда меряют температуру, когда я сейчас захожу куда-то в Израиле, на входе в каждый магазин стоит человек и меряют температуру у всех входящих. Я думаю, так круто, это насколько круто. То есть теперь, если не дай бог, у меня начнется в организме какой-то воспалительный процесс, так мне сразу об этом скажут, скажет Ицкак, срочно к врачу. То есть мне меряют температуру по 3 раза в день, есть контроль над состоянием моего здоровья. Если будет чип, который будет считывать у меня показания моей крови и передавать это на куда-то, куда надо передавать, так я только рад буду, отлично. А если, кто может возражать против чипирования? Маньяки, убийцы, люди, которые хотят делать зло и так далее. Нормальный человек, мне нечего бояться. Я, например, я, например, вот сейчас я получал биометрический паспорт, я даю все свои отпечатки пальцем. Пожалуйста, фотографируйте, я честный гражданин, я выполняю закон, я плачу налоги, я поддерживаю государство, потому что государство поддерживает порядок. Чего мне бояться? Все, все отлично. То есть, я считаю, что человек, который выполняет законы царя небесного и законы государств, честных государств, таких как Америка, ну, демократические государства, которые хотят, хотят делать добро, все отлично. Все, друзья, значит, мы закончили 14 главу. Тот, кто выполняет, выполняет волю царя небесного, Бога, хозяина мира, создателя мира, а чтобы выполнять эту волю, мы должны изучать эту волю, мы изучаем Тору и знаем, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, что такое зло, значит, мы должны знать, что Бог нас любит, и все у нас будет великолепно и здесь, и там. Все, мы закончили 14 главу. Всем, всем хорошего дня, добра, добра и здоровья. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok